Сегодня пойдет лечь о сенсорах. Это третья лекция по курсу Internet of Things, Internet of вещей. Мы используем слайды вот этой вот инженерной программы летней университета Ноттердама. Вот наш план. Есть, конечно, лабораторные работы. Отдельно я вам укажу при помощи адреса, где их можно взять. Но в целом мы хотим разработать устройство. То есть в качестве результата можно представить такое устройство. Сенсоры. Это устройство, которое преобразует некоторые стимулы физические. То есть какое-то физическое воздействие и возвращает, ну или преобразует его в некоторый электрический сигнал. Например, когда мы пытаемся наполнить чайник водой, то есть мы льем до тех пор, пока столбик воды не поднимется до нужного уровня. А уровень мы каким образом определяем? Мы определяем его на глаз. То есть есть какая-то шкала, относительно этой шкалы мы производим измерения. И в какой-то момент времени мы принимаем решение, либо открыть воду, либо закрыть воду. Вот на данной картинке мы даже видим тут вариант, что часть воды выливается. То есть если мы не подаем сюда воду, то уровень воды падает. Принцип работы данной шкалы заключается в том, что в сообщающихся сосудах уровень воды в резервуаре и уровень на этой шкале будет одинаковый. Ну понятно, если резервуар стоит горизонтально. И вот, соответственно, здесь у нас есть рецептор, ну или сенсор непосредственно, а это исполнительное устройство. То есть при помощи руки мы открываем наш клапан. Если мы этот процесс автоматизируем, то у нас появляется модель вот этого самого человечка, да, как компьютеризированная система управления. Здесь управляемое устройство, да, причем довольно интересная такая схема. То есть вот мы с устройства получили информацию через сенсор, преобразовали его в цифровой вид, так, и передали в микроконтроллер, получается, либо в компьютер. Компьютер вырабатывает некоторое, значит, набор бит, представляющий собой значение для актуатора, ну для исполнительного устройства. Либо мы его, значит, приводим в аналоговый сигнал при помощи цифроаналогового преобразователя. То есть это Digital Analog Converter, а это Analog To Digit Converter. Ну и исполнительное устройство, соответствующим образом, он запускает некоторое воздействие над управляемым процессом. Здесь обращается внимание на то, что управление может быть непрерывным, может быть дискретным. Значит, пример непрерывного управления сейчас довольно трудно привести, но вот в советские времена, например, для того, чтобы ракета баллистическая, но с ядерным арсеналом каким-нибудь, прибыла к местному назначению с точностью до 30 метров, ну это обычная точность, в то время было достаточно было. Задать время разрядки пяти конденсаторов, ну конденсатор это прибор, который изготавливается с довольно большим разбросом характеристик. Ну вот из пяти конденсаторов, если к определенному времени разгляделись три, то в этот момент происходило отключение тягового двигателя и уже ракета летела по баллистической траектории. И да, собственно, где там аналоговая система управления, ну там стояли ламповые конструкции. Почему ламповые? Потому что они не подвергаются большому воздействию ионизирующего излучения, что часть траектории находится над атмосферой, ну или в верхних слоях атмосферы, где много ионизирующего излучения. А на лампы они практически не действуют, ну то есть отклонение минимальное получается от функционирования. Вот, то есть на этих конденсаторах строилась схема с обратной связью, вот, и таким образом функционировала. Значит, другие примеры тоже аналогового управления, это различные, ну вот есть операционные усилители, то есть если мы на операционных усилителях, мы, в принципе, можем собрать аналоговый компьютер и организовать PID управление. Ну, я вот на доске рисовал как-то, что это такое. Вот, ну и сейчас, конечно, намного удобнее делать цифровое и дискретное управление, то есть мы периодически, там раз в секунду, там раз в одну десятую секунду и там раз в час, то есть в зависимости от того, насколько быстро идет этот трансформационный процесс. Мы опрашиваем сенсоры, то есть у нас есть некоторый сигнал в виде некоторого уровня этого сигнала, то есть напряжение, например, или ток. Преобразуем его в цифру, в набор BID, ну и потом воспринимаем микроконтроллером. Ну и обратно, соответственно, с использованием цифроаналогового преобразователя, мы можем число преобразовать в некоторый уровень сигнала, то есть в некоторое напряжение, и под его воздействием намер повернуть исполнительный механизм. Значит, какие бывают у нас стимулы, да, то есть какие физические воздействия могут быть? Ну, собственно, перемещение позиции, наличие некоторой скорости, вот, смена мест, вот, собственно, скорость и ускорение, сила, стрейн, давление, поток. Стрейн, вообще-то синдром переводится, то есть известное произведение Андромеда Стрейн, это синдром Андромеды. Ну, то есть, наверное, это просто воздействие некоторого общего вида. Значит, звук, ну, давление звуковое, влажность, уровень света меняется, уровень радиации, ну, в том числе солнечной радиации в видимом спектре, температура, появление каких-либо химических элементов на датчике. Ну, здесь вот примеры приведены датчиков, ну, по-английски сенсоры, значит, это видеокамера, визуальный сенсор, кстати, она не обязательно должна быть видеокамерой, может быть, просто там свет или фотодиод, она в определенной длине волны, реагирующая эффективно. Значит, ультразвуковой сенсор, то есть, один из являются передатчиком, то есть, создает звуковую волну в ультразвуковом диапазоне, вот, а другой является датчиком, то есть, он ее воспринимает. Ну, а тут, вот, идиот, который воспринимает радиацию в спектре инфракрасного излучения. Значит, датчики преобразуют физическое воздействие в электричество. Вот под электричеством здесь понимается сигнал, который может быть определенным образом загнан в канал, передача информации, но это отдельная тема, что это такое. Его можно усилить, модифицировать при помощи электрических устройств. Ну, в канал загнать, например, мы можем его промодулировать, уровень сигнала, каким-нибудь, какой-нибудь длиной-то, например, 1 МГц, да, и передать его по коаксиальному кабелю. Вот другой какой-нибудь датчик, да, тоже с медленно меняющимся амплитудой, например, напряжения, да, можем замодулировать частотой 2 МГц. И также параллельно 2 передать. Это, собственно, что такое каналирование, ну, либо упаковывание в канал. Либо можем его в виде цифры представить и при помощи специальных тегов отделять, значит, сигналы одних датчиков от других датчиков. Значит, электричество измеряется вот тремя характеристиками. Первое – это напряжение, то есть, разность потенциала, да, мощность тока, ну, мощность тока – это всем правильно, то есть, сила тока, да, и заряд. То есть, вот, это можно реально измерять прямым образом. Значит, датчики могут вот это вот напряжение выдавать либо напрямую, либо с использованием каких-то отдельных промежуточных стадий. Вот, ну, собственно, это такая принципиальная схема, то есть, у нас некоторый стимул, то есть, какое-то физическое воздействие. Мы этот стимул преобразуем в какой-то другой стимул, потом опять какой-то еще один стимул преобразуем, а потом уже применяем какой-то конкретно датчик для восприятия этого стимула, да, и, собственно, порождение некоторой характеристики электрического сигнала. Ну, вот здесь пример приводится, что, например, сенсоры химических соединений могут быть частью процесса конвертации энергии химической реакции в тепло, например, да, это вот первый транзьюсер-преобразователь, да. Другая часть, например, термофильная, преобразует тепло в электрический сигнал уже. Ну, термофильные, термофильные бактерии, да, вы знаете. Это значит датчик, который изменение температуры переводит в изменение сигнала. Значит, физические принципы, которые можно использовать в датчиках, ну, вот, соответственно, измерять заряды, напряженность поля и потенциалы, значит, использовать конденсаторы, вот, с двумя отладками магнетизм, там дальше будут интересные такие схемы, индукция, сопротивление, пьезоэлектрические эффекты, питье эффекты, ну, это создание... То есть, у нас есть разница температур, и вот, чем больше разница температур, тем сильнее напряжение будет между элементами сенсора. Какие-то термически изменяемые свойства материалов, ну, и также преобразование тепла, ну, и восприятие света, световой радиации. Ну, вот самый простой датчик, это датчик на основе конденсатора, то есть конденсатор, что представляется, у нас есть два изолированных проводника. То есть, в общем случае, под конденсатором можно понимать, вот, и, значит, два физических объекта, заряженных разным потенциалом, да, и вот между ними есть напряжение какое-то. Но обычно конденсатор представляет собой такой рулет из двух металлических пластин, ну, это, правда, очень простая схема. Сейчас, там, довольно далеко инженерное дело по разработке конденсаторов ушло вперед. Ну, тем не менее, у нас есть две пластины, и так одна, два разряжены положительным кузырем, а там другая отрицательным. Между ними есть электрическое поле. То есть, между пластинами имеется физическое расстояние D, то есть вот в этой части у нас находится какой-то непроводящий материал, изолятор, в том числе может быть воздух, может быть какая-то жидкость. Ну, вот буквой V здесь обозначено напряжение, то есть разность между двумя заряженными пластинами. То есть емкость представляет собой заряд, деленное на напряжение, вот этот вот куб. То же самое, что ε0 на А, а это что у нас такое, тут даже не обозначено. А, а это площадь обкладки конденсатора. Понятно, что чем больше площадь, и чем меньше расстояние между обкладками конденсатора, тем у него больше характеристика, которая называется емкость, это С. Значит, в виде напряжения, да, какой-то заряд, который там хранится. Я на Википедии посмотрю. Вот, соответственно, чтобы менять, то есть какие-то изменения физически воспринимать, да, нам нужно менять какие-то характеристики конденсатора. Ну, например, если мы конденсатор сделаем в виде двух концентрических трубок, вот, оно такого вида вот в сечении, да, то меняя вот это расстояние L, то есть, либо сюда его выдвигая, либо выдвигая, мы можем менять емкость. Но при изменении емкости, если, скажем, заряд остался тем же самым, то напряжение будет меняться. Например, да, ну и вот, и, исходя из измеренных величин, тут я не буду их перечислять, ну, то есть, вот, меняется L, например, да, в данном случае, то вот емкость будет пропорциональна длине вот этой вот общей части. То есть, исходя потом из емкости, мы можем определить, например, напряжение на конденсаторе. Другой вариант, это менять вот этот вот коэффициент ε0, то есть, это проницаемость электрическим полем. То есть, скажем, у нас в одном случае там был воздух, да, в другом случае, например, у нас вода появилась, да, опять же, меняется емкость, и опять же, можно зафиксировать изменение напряжения соответствующее. То есть, практически любой из этих вот коэффициентов, да, мы можем, ну, кроме π, естественно, можем каким-то образом менять, и вот определенным образом будет меняться емкость, ну, и, естественно, напряжение на нем. Вот один из способов измерения, например, уровня воды. То есть, соотношение, значит, части воздушного и части, которая водная. И можно построить график, то есть, начиная с h0, это минимальный уровень, да, 2h максимального, то есть, это высота нашего конденсатора. То есть, в этом диапазоне мы можем измерять емкость. Следующий эффект, который можно датчиками воспринять, это магнетизм. Свойство магнетизма, то есть, явление магнетизма можно породить, значит, двумя способами. Либо постоянным магнитом, магнитными материалами всякими разными. Ну, и либо движением упорядоченным зарядов, то есть, вокруг двигающегося, меняющегося поля. Даже для тока постоянного, значит, вокруг проводника имеется магнитное поле. Ну, и, соответственно, силовое поле порождается между условно южным и северным полюсом. Ну, вот, на статическом магните имеется вот такую форму. И если мы другой магнит, ну, или магнитный материал, да, поместим в магнитное поле, ну, скажем, вот этого магнита, то между ними будет происходить физическое взаимодействие. То есть, если эта стрелка магнита, то она соответствующим образом повернется. Вот. И, опять же, угол поворота можно каким-то образом оцифровать и преобразовать в электричество. Если мы таким цилиндром обозначим проводник, в котором идет электрический ток, то в сечении этого проводника, то есть в этой плоскости, будет находиться магнитное поле. Соответственно, если мы такие проводники намотаем на какой-нибудь стержень, то вот эта вот полученная катушка, она может использоваться как соленоид. То есть, она может втягивать в себя другой магнитный материал. То есть, в магнитном материале существуют кластеры таких вот элементов, которые упорядочены определенным образом, и за счет этого упорядоченного как раз появляется магнитное поле постоянное. В некоторых материалах такое упорядочение можно создавать физически, например, намагничивать материал. Всем известно, что железо углеродистое, то есть чугунь в том числе имеет магнитные свойства. Вот его можно намагнитить. Ну и магниты являются очень полезным материалом для создания магнитных сенсоров, при помощи которых можно определять перемещение, ну, смену мест непосредственно, то есть наличие вообще движения какого-то, конкретное перемещение и смену позиций. Ну, то есть приближение к какой-то точке или удаление к какой-то точке. За магнетизмом стоит такое явление, как индукция. Индукция – это порождение электричества меняющимся магнитным полем. И, собственно, изменение поля тоже зависит от изменения тока внутри проводника. Ну, и вот, соответственно, напряжение на… То есть равность потенциалов на катушке, хотя это довольно странно. Ну, да, общерность потенциалов на катушке – это будет пропорционально изменению тока к изменению времени. Ну, то есть производная тока по времени умножена на коэффициент L. Вот этот вот L – это есть коэффициент магнитной индукции, который измеряется в генури. Сопротивление материалов. Большинство материалов, кроме сверхпроводников, обладает следующим свойством, что если мы к проводнику длиной L приложим некоторое напряжение, то в нем возникнет ток I. Ну, если этот материал, конечно, проводит ток. И свойство материала сопротивляться движению току, да, называется сопротивлением. Ну, и вычисляет следующим образом, то есть напряжение делить на ток. Есть также обратная величина – проводимость. То есть это, она обозначается row, это единица, наверное, но здесь row – это другой коэффициент, который называется сопротивление. То есть это сопротивление, нет, сопротивление. Ну, тут видно, что сопротивление. Значит, row – это удельное сопротивление, тоже в Википедии. Посмотрел, вспомнил. Вот сопротивление длины L до проводника, соответственно, будет пропорционально длине проводника и обратно пропорционально площади. То есть чем больше площадь, тем меньше сопротивление. Вот, а проводимость, то есть величина обратная R, единица на R – это обозначается дельта. Хотя, когда я протехив учился, вот уже row обозначали. В общем, идея такая. То есть мы можем удлинять проводник, да, тогда сопротивление будет меняться. Ну, там, соответственно, ток и напряжение. Ну, или бы менять его поперечные сечения. То есть на этом строить суть датчиков. Вот, если же иметь в виду изменение удельного сопротивления, да, то оно имеет следующие характеристики. То есть для металлов, чем температура металла выше, тем выше удельное сопротивление. То есть при понижении температуры удельное сопротивление уменьшается, и некоторые металлы при определенных температурах близких к нулю Кельвина становятся сверхпроводящими. Ну, и вот тут пример для вольфрама приведем. То есть вот, то есть 400 Ом удельное сопротивление. Ну, это Ом проводника диаметром 1 метр площадью и длиной 1 метр. Достаточно большое сопротивление, кстати. Пьезоэффект. Есть такие вещества кристаллические, например, кварцы, обладающие свойством менять свои геометрические характеристики в зависимости от того, как приложить силу к ним. То есть, например, если у нас была, ну, какая-то вот такая кристаллическая структура, хотя она тут не совсем похожа. Ну, то есть совокупность, совокупное взаиморасположение атомов, например, кремния и кислорода. Вот, если вдруг мы его сжали, то появляется разность потенциалов под прямым углом по отношению к силе приложения. Если мы растягиваем его, то происходит появление электрического поля только в обратном направлении. Значит, таким образом мы можем измерять номеры давления. Вот, весы таким образом современные работают на таких датчиках. Значит, датчики на основе пьезоэффектов имеют следующее устройство. То есть, это конденсатор, но только внутри, между обкладками конденсатора находится вот этот вот кристалл. Если мы прикладываем некоторые усилия к такому кристаллу, то одна часть кристалла у нас в результате расширяется, а другая сжимается. Ну, и измеряя разность потенциалов на обкладках, возникающих в результате вот этого пьезоэффекта, мы можем получать, так скажем, измерение величины силы, которая была приложена к этому кристаллу. Ну и также, так как это вариант конденсатора, у него, естественно, есть характеристика тоже емкости. Ну, есть формула. То есть, dx – это передаточный коэффициент, ну, просто коэффициент, который характеризует материал. f от x – это применяемая сила, а c – это емкость. Для того, чтобы использовать датчики, вот, это же измерительные инструменты, да, сами по себе, значит, их необходимо проградуировать. Ну, например, отфильтровать сигналы, имеющие определенные частотные характеристики. Например, если у нас, ну, это такой условный пример, конечно, если есть у нас пьезокристалл, да, то его кеметрические характеристики могут меняться не только от прилагаемого усилия, да, ну и, например, от движения воздуха вокруг него, да. Там, правда, будет, конечно, не сильно большой эффект, но тем не менее. Поэтому нам нужно отфильтровать, например, токопостоянную составляющую, распознать, измерить и скомпенсировать отклонение значений по постоянному току. Ну, то есть, при каких геометрических характеристиках наш датчик должен, по идее, показывать ноль, и надо измерить напряжение нуля, то есть ту электрическую характеристику, которая при этом в нуле имеет место, и на нее потом править соответствующим образом измеряемое напряжение. Значит, некоторые сигналы могут быть очень маленького, значит, размера, да, то есть, перед тем, как оцифровывать, то есть, подавать на аналоговый цифровой преобразователь, например, их нужно усилить, то есть, отмасштабировать. Также свойства напряжения относительно, например, усилия, они могут быть нелинейными. Поэтому, чтобы именно получить f от x, зависящую от v, линейные, тоже необходимо провести серию экспериментов и посмотреть, как наш датчик реагирует на заведомо известные вот это вот усилия, которые к нему прилагаются, какие напряжения он выдает, ну и построить корреляционную зависимость, направленную на нелинализацию этих параметров. Ну и последний этап, это, собственно, преобразование из аналоговых сигналов в цифровой, то есть, аналог to digital преобразование. Вот, на самом деле, вот эти все корректуры делают, конечно, уже после аналога цифрового преобразования. Понятно, что усиление необходимо перед ними сделать, может быть, отнять вот эту постоянную составляющую тоже. Ну и фильтровать тоже, кстати, удобно до того, как мы производим аналога цифрового преобразования, потому что при преобразовании, если частота преобразования совпадает с частотой, ну, близко к частоте самого сигнала, ненужного, то мы можем получить ну, неудобную для нас данные, потом придется к ним применять цифровой фильтр. Значит, аналога цифрового преобразования это значит, схема, да, определенная преобразования непрерывного сигнала и дискретного. Тут правда какая-то странная картинка, немножко, скорее всего, вот эти стрелки должны были быть вот здесь вот. То есть от нуля до значения сигнала. Вот первая, значит, функция аналога цифрового преобразования это дискретизация по времени. То есть мы его выполняем определенные промежутки времени. Вот второе это квантирование. То есть мы можем определить амплитуду нашего сигнала, ну, то есть мощность нашего сигнала в некоторых, то есть на некоторой дискретной шкале. То есть мы не можем бесконечно точно его определить. Вот. И третья функция, вот тот измеренный размер мы должны закодировать. То есть в виде наборов нулей, там и единиц. Ну, в виде целого числа, как правило. Процедура цифрового, аналога цифрового преобразования характеризуется вот следующими характеристиками, да, получается. То есть первое, sampling rate, то есть скорость, то есть количество отчетов в одну секунду. То есть какой скоростью мы можем выполнять снятие информации в сигнале. То есть может быть один раз в секунду, может быть там тысячу раз в секунду. Есть расциллографы, ну, то есть в принципе цифровые расциллографы, которые как раз на аналоге цифровом преобразовании работают, позволяют до двух с половиной гига отчетов, то есть миллиардов отчетов в секунду. Есть даже еще больше. Но это специализированные установки. Причем чем чаще они делают отчеты, тем как правило грубее у нас остальные характеристики. уровней квантования может быть 256. И соответственно кодирование от 0 до 255 значений сигнала. Квантизация, то есть насколько точно мы можем измерить, то есть сколько у нас бит для характеристик. Либо 256 уровней, как в предыдущем примере, либо там 1024, либо 24 бита для представления. К резолюшину кстати они связаны две величины. То есть чем больше битов по количеству мы можем использовать для представления нашего сигнала, тем точнее преобразование есть. Но там естественные ограничения есть. То есть отношение сигнал-шум, то есть рано или поздно появится такая ситуация, что если мы будем дополнять новые биты, то их дополнение будет бессмысленным, потому что они будут мерить только шум, а не основной сигнал. Значит время на преобразование, то есть как долго нужно для преобразования в код, но он на самом деле обратно пропорционал вот этому sampling rate, да и метод преобразования. Есть еще тут один пример, нету дальше, есть еще одна характеристика это линейность аналога цифрового преобразователя, то есть насколько вот эти квантования на самом деле равномерные, то есть как оно сильно не зависит от измеряемого напряжения. Среди методов преобразования самый обычно используемый это метод последовательного приближения, он эквивалентен решению трансцендентного уравнения, методом последовательного приближения. Есть прямого преобразования, есть сигма-дельта преобразователи, это такая комбинация прямого преобразования с методом последовательного преобразования. Есть еще много других способов. Метод последовательного приближения, значит как он реализуется то есть мы берем некоторые устройства компаратор на вход подаем ему два сигнала даже сейчас найду на википедии схему ну вот что-то похожее это не обязательно это но всем смысл том что в одной сигнал в инда входное напряжение мы его как запоминаем мы разряжаем конденсатор и фиксируем и вот это напряжение подается примерно положительный ход компаратора вот здесь в системе эта система логическая у нас присутствует ну типа тоже микроконтроллер ну там правда простой синтезируется некоторое число подается на цифру аналоговый преобразователь то есть соответствии с этим числом генерируется некоторые напряжения и компаратором сравнивается значит если разница напряжений будет больше нуля ну то есть напряжение на входном сигнале будет выше чем то которое мы подобрали то вот этот микроконтроллер да он увеличит число и соответственно аналого цифрового преобразователя повысит напряжение вот если же наоборот когда то что пришлось аналога цифрового преобразователя цифра аналогового преобразователя будет больше чем входной сигнал то тогда мы число уменьшаем мы делаем это до тех пор пока наши сигналы не будут отличаться по напряжению на одну вот эту стадию квантирования вот и можно делать это следующим образом то есть сначала мы берем вставим присваиваем короче берет этому выходному значению 0 сравниваем с нулем если получилось это как правило такое бывает да то есть если получилось напряжение больше чем 0 то ставим верхнем разряде единицу самым старшим то есть на выдак появится напряжение равное половину максимально допустимого напряжения вот если выдать будет больше чем вот вес то тогда записываем 0 а единицу ставим следующий разряд ну и так далее если же у нас единица сохраняется переходим просто к следующему разряду и таким образом мы получается будем по разгляд на приближать значение выдак к вес и скажем для то есть четырех разрядного аналога цифрового преобразователя это уже сделать всего за 24 шага но можно делать и по-другому то есть можно последовательно увеличивать значение значит такие цифрового аналога преобразователя не обладают большей линейности меньшим шумом то есть меньшее количество напряжения и количество энергии они там переключают интересный пример то есть сверху я так понял разница между измеряемым напряжением это которое подается на нижний ход компаратора довольно интересный пример ну тут видно что чем дальше мы приближаемся да тем более точно мы эту разницу воспроизводим а вот этот вот уровень соответствует разницы равной 0 то есть это 6 8 вольта и от этого уровня до сюда тоже 6 8 вольт интересный конечно вариант представления вот разрешение q ну квантейшин да по сути говоря она вычисляет следующим образом то есть ефср то есть это максимальное значение напряжения как я понимаю делить на количество уровней она равно 2 степени м это м и где количество бит для представления нашего сигнала используем для кодирования ну и тут также интересно представлена форма да то есть был какой-то сигнал меняющиеся плавно но из-за того что мы аналога цифровым преобразователем его определенные моменты времени измеряем да и по определенному уровню и так же мы не можем его измерить бесконечно точно то есть это ограничение от этого квантирования получается на самом деле вот такой вот вид сигнала на самом деле вот эти горизонтальные линии они особого интереса здесь не представляет важно вот что мы здесь измерили либо в этой точке либо в этой точке они кстати не горизонтально они верны под наклоном быть вот и как раз задача курса с непрерывной математикой да да как раз таким образом мы можем аппроксимировать измеренный аналога цифровым преобразователем сигнал к реальному сигнал то есть измерить его конкретные его реальные характеристики ну а тут пример если у нас входной сигнал 60 вольт максимальный до его размер и мы 16 бит используем для представления сигнала тогда определять количество уровней квантования разрешение его и ошибку квантования давайте его рассмотрим значит количество уровней 2 в 16 65 тысяч пятьсот тридцать шесть разрешение на чем берем этот максимальное напряжение которые будем мерить и делим на счет 5536 то есть это получается один микровольт примерно но я ошибка квантирования мы должны микровольт еще на два поделить то есть получается пол микровольта ошибка много это или мало это зависит от задачи естественно цифра аналоговое преобразование но она реализуется намного проще и выходное напряжение нас равно напряжению опорному так называемому и умноженное на какой-то коэффициент то есть b1 b2 и так далее bn это биты цифровые набиты которыми мы кодируем наш сигнал то есть старший бита будет 0 5 в реф второй 0 25 3 там 0 125 ну и так далее то есть 20 пинен взятый на него единица поделенная ну таким образом мы можем выполнять обратную операцию то есть если у нас есть квантированный опять же сигнал фактически да устроить уже вот эту вот красную линию да здесь это вот задача цифра аналоговое преобразование если же мы хотим построить гладкую то нужно на выходе уже сигнал каким-то образом отфильтровать это надо знать его характеристики тут показан пример что пусть у нас будет опорное напряжение 100 вольт но тогда кстати редко бывает вот и представление сигнала осуществляется 6 битами вот и заданы три последовательных измерения и вот нужно показать какое было напряжение ну здесь собственно вычисляется они старший бит то 0 5 умножить на 100 крайне 50 вольт ну и так далее суммируется сенсоры также делятся на две категории первое это чисто физические то есть ходовые бои базе цензурс то есть они собственно воздействие преобразует в какую-то электрическую характеристику вот и есть так скажем опосредованная то есть некоторые микроконтроллеры которые снимаем с разных датчиков информацию и преобразует ее в некоторый синтетический сигнал который характеризует какое-то уже более сложное явление например вот с одной стороны другой стороны может быть также некоторое моделирование работы аппаратного устройства используется это для того чтобы моделировать входной сигнал когда мы разрабатываем систему управления сам контроллер над устройством то есть чтобы не заниматься съемкой с реального объекта можно синтетически использовать ну вот здесь пример собственно акселерометр он измеряет перемещение в общем смысле и реализуется она аппаратном уровне гироскоп аналогично датчик гравитации но он уже является не аппаратным программным датчиком то есть он уже скажем несколько датчиков опрашивает датчик вращения также программный датчик магнитного поля аппаратный приближение аппаратный gps на самом деле не совсем он аппаратный потому что датчики место расположения спутников по сути говоря они на самом спутнике находятся вот мы просто принимаем сигнал со спутника датчики ориентации ну и так далее то есть свет мы можем преобразовать сигнал сразу же термометр опять же преобразуем парометр и влажность все это все датчики аппаратные для датчиков сотовом телефоне есть соответственно общая координатная система вот например для сотового телефона ось x расположена по бокам от него до справа и слева y это вертикальная плоскость мы не плоскость и вертикальная ось az это ось которая проходит через экран соответственно плюс это в сторону смотрящего z от него номер для измерения ускорения на один из способов это определить ускорение по отношению к единице ускорения свободного падения значит если мы стоим на земле на то объекты испытывают один же но это не совсем правильно она давно же сила пропорционально ускорению если мы берем некоторый общий коэффициент то можно сказать что да можно измерять в этих самых же корот один же мы просто стоим если же мы на бугайте вера не разгоняемся от нуля до ста километров за 2 целых 4 секунды то мы будем испытывать полтора же ускорения space shuttle на процессе запуска имеет максимальная перегрузку три же формула 11 на 5 6 же 50 же приводит к смерти вот часы марки омега могут испытывать механическое воздействие 5000g при этом они будут идти дальше это вот так написано я сам не испытывал ускорение измеряется по трем плоскостям осям то есть да ну хотя в данном случае все равно и по отношению к силе гравитации если то чтобы измерять реальное ускорение нужно вычесть гравитацию в покое да вот это уже то есть провести калибровку прибора пример если устройство лежит просто на столе то она испытывает один же же мы его повернем на 45 градусов то соответственно вектор же то правда тоже надо зафиксировать скажем на наклонной плоскости да то он уже будет раскладываться по осям то есть таким образом мы можем определить как повернут наш смартфон почему-то правда акселерометр акселерометр используется для того чтобы определить по какой вдоль какой оси у нас имеет место вот эта вот реакция поры g это вот его устройство внутри микросхемы то есть эта конструкция сделана из металла есть тут некоторая масса на она подвергается воздействию гравитационного поля земли и вот этот вот элемент этой массы находящийся между двумя электродами создает конденсатор в случае если происходит искажение нашего в этой рамки давай мы так называть под воздействием гравитации то происходит смещение этого электрода относительно вот стационарных но это влияет на емкость этого устройства таким образом мы можем преобразовывать степени взаимодействия гравитации на характеристики конденсатора модель физическая то есть если у нас есть четыре пружины и здесь зафиксирована масса можно предположить что пружины без массы на самом деле не очень важно это все лишь вопросы юстировки нашего прибора вот если эта масса находится вне гравитации на все четыре пружины имеют одинаковое натяжение как только мы помещаем его гравитационное поле этого наш объект притягивается к земле на например соответствующим образом их искажаются наши пружины то есть три из них растягиваются а нижняя она соответственно будет сокращаться вот если же мы какое-то линейное горизонтальное ускорение вне гравитационного поля измеряем что очень маловероятно конечно то вот искажения будут вот такого вида но с учетом гравитационного поля то соответственно такой получаем конструкцию анализируя вот эти вот степень растяжения наших и сжатия пружин мы можем оценить горизонтальное ускорение в частности и что эти микросхемы и датчики они появились относительно недавно их называется мик микроэлектромеханическими системами сокращенно немец термин устоялся восемьдесят девятом году и говорит о том что вот существует способы создать механические элементы которые соизмеримы по размерам с микроэлектронными цепями и не состоят из обычных механических конструкций то есть всяких ямок там каналов мембраны тому подобных вещам как его как и необычные системы но имеет микроскопические размеры достаточно чтобы поместить в микросхему да например например акселерометр на тут трудно что-то комментировать но скорее всего здесь вот имеется в виду что вот это вот верхняя часть она может она перемещаться на может перемещаться вот эти вот ноги и зависимости от того какие там геометрические характеристики получились и получим тот или иной сигнал вот другой пример акселерометра здесь у нас два конденсатора и специальные ограничивающие подложки чтобы не сломался наш наше тело но и здесь присутствует что-то вроде пружины один акселерометр вот такой да у нас получается может снимать информацию только по одной оси вот гравитационный сенсор это не какое-то одно конкретное устройство состоит из нескольких акселерометров и для того чтобы совокупную информацию с них собрать нужно какую-то схему собирать дополнительную которая будет сигналы наши объединять таким образом гироскоп одно из очень важных устройств его главное свойство в том что он всегда находится в одной системе координат то есть гироскоп это вращающийся диск то есть чем быстрее он вращается тем более точно у себя позиционирует то есть как бы мы не ему поворачивали вот этот вот внешний объект кольца на диск всегда останется в одном положении вот измеряя угол относительно каких-то плоскостей мы можем определять угол поворота нашего скажем телефона да в том числе но обычно гироскопы в телефоне не делают с использованием вращающихся частей делает немного по-другому один из способов это как раз начать есть некоторая статическая часть и относительно этой статической части вот вращается внешняя часть и при этом подвергается искажением вот так как узнать насколько вот эти искажения большие на нужно измерить величину искажения для этого через него например можно пропустить какую-нибудь волну номер звуковую и посмотреть как она искажается где однажды слушал где-то лет наверно уже 25 назад как раз доклад о том что гироскоп можно сделать из простой чашки если заставить ее вибрировать определенным образом то при повороте статическая волна соответственно угол поменяет и вот как раз угол это можно сосканировать здесь же немножко другой эффект то есть при повороте этого ядра на вот эти вот крылья начинает вибрировать вот измеряя характеристики вибрации можно как раз определить угол поворота скорость поворота характеристики вот один из вариантов реализации гироскопа здесь вибрирует эти вот физические тела зависимости от поворота называется это настраиваемая вилка метод наиболее часто используем главное отличие ксерометра от гироскопа в том что гироскоп умеет измерять горизонтальное перемещение но не может измерить вращение ну и также хорош для измерения наклона но не может совладать с гравитацией при линейном перемещении гироскоп мерят все виды вращения но не может померить перемещение а вот акцелерометр вместе с гироскопом могут измерять все то все варианты перемещения значит сенсоры магнитные используются например для измерения направления линии гравитационного магнитного поля земли ну а также могут измерить мощность ну конкретной точке измеряется мощность магнитного поля в теслах у нас магнитное поле в земле не очень большое на экваторе мощность магнитного поля 31 микротесла значит магнит в холодильнике 5 мили тесла очень мощный неодимовый магнит это 1,25 тесла прибор мрт это полтора три тесла ну компас как прибор он может себя точнее он себя включает как раз датчик напряжения магнитного поля ну и зная например систему координат географических мы можем учесть отклонение вектора магнитного поля от оси вращения земли в том числе мемс который внутри себя содержит датчик магнитного поля приведено его устройство есть пластина сделана из алюминия обернутая в кремний через пластину проходит ток вот этот ток который порождает магнитное поле начинает взаимодействовать с внешним магнитным полем соответствующим образом поворачивая эту пластину по этой оси мы измеряем угол поворота опять же при помощи эффекта конденсатора мы можем измерить взаимодействие этих двух полей и потом соответственно вычислить характеристики внешнего магнитного поля исполнительное устройство то устройство которое преобразует команды с микроконтроллера ну или общую систему управления в некоторые физический параметр например там перемещение руки поворот на какой-то угол создание какой-нибудь видимого излучения ну то есть зажигание лампочки и тому подобных вещей как правило имеет место два сигнала то есть слабо точный или слабо мощный который синтезируется вот этим мерцем аналоговым преобразователем вот управляющий сигнал потом он каким-нибудь образом преобразуется в мощный сигнал то есть имеешь такую мощность чтобы исполнительное устройство выполнила эту команду удобно это чем что нам не нужно делать мощные какие-то цифра аналоговые преобразователи там собственная схема техника присутствует вот это первое второе мы этот вот сигнал синтетический до низко с низким напряжением мы можем синтезировать не только при помощи цифр аналогового преобразователя каким-то другим способом система получается модульный то есть есть слабо точная часть и сильно точная часть вот примеры исполнительных устройств это электрические мир моторы моторы вращающиеся при подаче на них постоянного напряжения переменного напряжения а также шаговые двигатели то есть как только на них подаешь импульс определенной мощности определенного напряжения они поворачивают строгая на определенный уровень и соленоиды то есть эта конструкция имеет место катушка здесь внутри пружина находится и стержень пружина выталкивает стержень из этого прибора и соленоида как только мы подали напряжение на катушку то возникает магнитное поле который втягивает сердечник и сжимает эту пружину и соответственно можем помощи него подтягивать что-либо к себе внутренний номер открывать дверь могут быть исполнительные устройства основанные на гидравлике то есть использовать жидкость для того чтобы менять геометрические размеры нашего устройства либо пневматические то есть мы туда подаем воздух или какой-то другой газ внутрь емкости и пододвигаем наш поршень соответственно здесь вправо или влево на этом презентация закончена надеюсь было интересно до новых встреч